МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОФЕ НА ДЕСЕРТ На дорогах города сегодня работает около 200 единиц снегоуборочной техники. Четверть всех машин посыпают улицы песком с солью. За сутки дорожники высыпали уже больше 260 тонн. Тротуары уже с ноября начнут чистить с помощью новой техники. Мэрия закупила пять современных малых дорожных машин. Занимаются уборкой не только дорожные, но и коммунальные службы. По прогнозам синоптиков, снегопады продлятся еще трое суток. Ожидается, что осадков при этом выпадет не больше климатической нормы. Количество снежной массы в пределах центральных улиц из-за большого потока автомобилей не критическое. Поэтому, чтобы не парализовать движение днем, убирать снег начали с улиц в удаленных микрорайонах. А ночью на магистрали выйдет целый десант дорожников. Там начинаем, где есть возможность не блокировать движение транспорта. На улицах типа Крауза, 5-6 микрорайоне, другие широкие улицы, где есть возможность, не мешая транспорту движения, убирать снег. Основное удаление снега будет выполняться во вторую смену. Идет процесс отсыпки прежечасти песко-соляной смесью. Убирать будет немножко позже, после того, как песко-смесь отработает на дороге. Просто высыпать ее и смести нет ни малейшего смысла, кроме экономических убыток. Трамвайные линии в микрорайоне Чистая Слобода успешно проходят технологическую обкатку. По новым рельсам курсируют два вагона с разными токоприемниками. А пассажиры на электротранспорте поехать на работу смогут уже завтра. Какие будут маршруты и куда можно будет доехать по новой трамвайной линии в репортаже наших корреспондентов. Есть контакт. Качество электросетей и трамвайных линий в микрорайоне Чистая Слобода проверяют во время тестового запуска. На линию выводят два вагона. У одного токоприемник дуговой, у второго пантограф. Все работает исправно, докладывают мэру. Анатолий Локоть интересуется у вагона вожатого, как прошла первая поездка. Два трамвая со скоростью ограниченной не более 15 км в час объезжают эту линию, проверяют контактную сеть, бросают, не бросают, вибрации. То есть, ну, замечаний практически нет. Вот так она сказала водитель, что замечаний к линии нет. Длина новой линии 2 км 310 метров. По ней на трамвае номер 8 можно будет доехать до юго-западного жилмассива через площадь Маркса. Интервал движения всего 10 минут. Будет и короткий маршрут. В часы пик без пробок на трамвае номер 2 доехать можно будет прямиком до площади Маркса. Две пассажирообразующие остановки – это Чистая Слобода и площадь Маркса. Поэтому утром люди будут на нем ехать на Чистую Слободу, вечером с площадью Маркса. Поэтому он будет пиковый. Будет ходить только в пиковое время. Количество единиц, ну, планировали 3, сейчас подумаю, может, сделаем 5. В середине дня он не будет ходить, потому что он, по нашим прогнозам, будет невостребованный в середине дня. Регулярно по трамвайным маршрутам будут курсировать 13 вагонов. 10 купили в Москве и уже обновили. Еще модернизировали 3 новосибирских вагона. Стретительство трамвайной линии для города – случай уникальный. По мнению экспертов, этот вид транспорта нужно развивать и дальше. Когда линия приходит в жилый массив, а не заканчивается где-то, неизвестно где, тогда, соответственно, привлекательность пассажира, доступность в районе 200 метров для такого крупного жилого массива – это уже достаточно прорыв. Сегодня самая главная задача от эксплуатации – обеспечить регулярную работу. И мы все понимаем, что пассажир придет на маршрут только тогда, когда маршрут будет регулярно работать с заданным интервалом движения. Чтобы решить транспортную проблему микрорайона, из бюджета города выделили 81 миллион рублей. Строили рекордными темпами. Линию проложили меньше, чем за полтора года. Тестовый запуск прошел удачно. Для жителей Чистой Слободы новые трамвайные маршруты работать начнут уже завтра. Александр Вяткин, Екатерина Макаркина, Данил Смирнов. Новосибирские новости. Сносить нельзя оставить. В Новосибирске уже три дня техника разбирает бывший дом спорта на Магданах Мельницкого. К демонтажу приступили после детальной экспертизы. Здание с 60-летней историей было в аварийном состоянии. Несущие стены и перекрытия вызывали опасения. Есть полученное разрешение на строительство, которое позволяет собственнику производить любые действия по освоению своей собственности. Было произведено техническое обследование здания, оно не подлежало дальнейшей эксплуатации. Ведь хуже созерцать потом последствия, потенциально возможно, которые могли произойти. Поэтому мы исключили данную ситуацию, чтобы не было никаких моментов, связанных с ненадлежащей эксплуатацией. На участке планируют возвести новые жилые комплексы из пяти многоэтажек. Причем на первой линии улицы будут здания в девять этажей, а ближе к сосновому бору будут высотки. Новые здания полностью впишутся в стилистику улицы Богдана Хмельницкого. Украсят их элементы сталинского ампира. Хром, мышьяк и медь. Такие опасные соседи появились в середине октября у жителей микрорайона рядом с Бугринской рощей. Один из застройщиков вывез в лесополосу загрязненный грунт со своей стройки. Восмущенные жители тут же обратились в муниципалитет. Были отобраны пробы и изданы на исследование. Исследования показали, что в данной породе на самом деле находится мышьяк в большом количестве, хром, медь, ну и остальные тяжелые металлы. Пол таблицы Менделеева. Застройщик своей вины не признал, но после предписания мэрии опасный грунт все же вывез на положенное место полигон Олого комбината. Кто виноват и кто заплатит за столь опасную халатность сейчас разбираются в полиции, а специалисты вновь проверили место нелегального полигона. Мэрию радиационный фон на месте бывшей кучи. Норма 0,3 микрозиверта, а сейчас показывает 0,19. То есть превышение нет. Предприниматели сегодня смогли пообщаться с представителями Ростехнадзора. Бизнесменов больше всего волновали вопросы о законности проверок. Ведомство следит в том числе за промышленной, энергетической и строительной безопасностью. Предпринимателям пояснили, что сейчас плановые проверки незаконны. Для малого и среднего бизнеса идут надзорные каникулы. И до конца 2018 года возможны только внеплановые проверки. Впрочем, разговор получился жарким, но полезным отметили все участники. Подобные встречи Комитет поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии организует каждые две недели. Представители бизнеса уже могли пообщаться с сотрудниками налоговой и пожарной служб. На этих встречах мы разбираем реальные кейсы. Это не просто какие-то информационные встречи. Мы заранее не согласовываем вопросы, а именно создаем площадку, где предприниматели могут открыто получить ответы на свои волнующие вопросы. И самое главное, есть возможность пообщаться с людьми, которые принимают те или иные решения. Поэтому в этом цена. Это площадка, которую мы как раз создаем. Три четверти муниципальных услуг горожане получают в МФЦ. За 8 лет своего существования многофункциональные центры оптимизировали работу районных администраций. Новосибирцы больше не стоят в очередях, а чиновники занимаются только обработкой документов, не тратя время на их сборы и консультации. Анна Гурьянова расскажет о работе самого большого МФЦ за Уралом. Талон 293, окно 41. 14 минут 40 секунд – среднее время ожидания в МФЦ. Это с учетом оформления документов сразу у нескольких специалистов. Чаще всего ожидание занимает 5-10 минут. Если консультант свободен, то можно сразу пойти к нему на прием. Моя фамилия Лука, я хочу получить пособие на ребенка. Куда мне обратиться? Мэр лично проверяет работу специалистов МФЦ. И время ожидания, и консультацию оценивает хорошо. Клиенты тоже согласны. Здесь нет бюрократии. 5 минут ровно. То есть талончик берешь, госпошлину оплачиваешь, сразу талон, все. 10 минут ты отсюда выходишь. Талон на прием выдаст терминал или администратор МФЦ. Система работает как часы и позволяет исключить коррупционные схемы. Например, раньше новосибирцы были вынуждены платить спекулянтам, которые продавали места в очереди в Росреестр. Теперь на прием к специалисту можно попасть сразу. Услуги приема документов в Росреестр в нашем филиале только оказывают 24 окна. Но при этом все специалисты универсальны на этаже. То есть на период пиковых нагрузок мы можем подключать специалистов сектора выдачи, ФКП. То есть они также обучены услугам приема Росреестра. МФЦ Назыряновской – самый большой за Уралом. Здесь работает 151 окно. В день этот филиал принимает почти 2000 посетителей. Здесь оказывают 283 услуги. Из них 42 муниципальные. Это и оптимизация работы сотрудников администрации Октябрьского района. Они по-прежнему занимаются обработкой документов, но не тратят время на их сбор. Посетители приносят пакеты документов, сюда сдают. Все равно обрабатывают их наши специалисты. Но не тратится время, и здесь гораздо удобнее принимать посетителей. Специально приспособленные здесь аудитории, помещения. Сеть многофункциональных центров в Новосибирске работает уже 8 лет. За это время в городе открыто 8 филиалов. В некоторых прием ведут всего несколько специалистов. В некоторых оказывают несколько сотен услуг. Все зависит от востребованности. Число МФЦ увеличится, если это будет нужно. Анна Гурьянова, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Новосибирские строители будут ремонтировать дома в Улан-Баторе, а специалисты Сибниа имени Чеплыгина создавать вместе с американцами двигатели для малой авиации. Новосибирск по-прежнему активно торгует и развивает связи с зарубежными партнерами, что подтверждают и специалисты таможенной службы. Всего за 9 месяцев этого года в бюджет перечислено платежей сборов на сумму почти 52 миллиарда рублей. Среди самых активных партнеров – Китай, Индия и США. Возят товаров по-прежнему больше, чем ввозят. Экспорт вырос на 12%, а импорт сократился на 15%. Но даже на фоне такой статистики, говорят специалисты, есть положительные тенденции. За рубежом все больше интересуются не сырьем, а российскими товарами и высокотехнологичным производством. Значительно облегчает торговлю со границей и новый упрощенный порядок оформления таможенных документов, в том числе через интернет. Последние два года нам удалось удерживать очень маленькие сроки выпуска. Если говорить о ввозе товаров, то на контроль одной декларации в настоящее время уходит порядка 70 минут. Причем таможенным законодательством это два дня установлены, а при вывозе 49 минут. В заключительный день международного фестиваля СИП-джаз-фест в Новосибирске выступил авангардный саксофонист из Великобритании Тони Кофи со своим квартетом. Его имя знают поклонники джаза во всем мире, и именно он творит современную историю этого направления. Как это было, увидела Екатерина Макаркина. С улицы сразу на сцену. До начала выступления надо многое проверить. Удивительно, но Тони Кофи до 16 лет саксофон в руках и не держал. Ближе ему были другие инструменты. Работал плотником. Сегодня он звезда мирового уровня. Его называют ярчайшим новатором джаза после Коултрейна. Новосибирск саксофонист привез свой квартет с программой памяти великого джазмена Орнета Коулмана. Последний раз они работали вместе 6 лет назад. Он словно знал, что его жизнь подходит к концу. Мы пересеклись в Нью-Йорке, сидели, разговаривали. И вдруг он ко мне повернулся и сказал, не дай им забыть мою музыку, Тони. И это настолько меня тронуло, что я не могу его подвести. В этом квартете, по признанию Тони, он собрал лучших из лучших. Именно поэтому на сцене нет ведущих и ведомых. Солируют по очереди все четверо. Квартет Тони Кофи без любого из участников не квартет Тони Кофи. Каждое исполнение одного и того же произведения – это открытие, невероятная энергия четверых музыкантов, универсальный ключ к сердцам зрителей. Я думаю, что у представления нет начала и конца. Как жизнь невозможна без сердцебиения, так и мы не можем без игры. Каждый момент – это возможность повеселиться и насладиться жизнью. Наслаждаться зрителей призывает и девиз фестиваля «Джаз есть в каждом». Нужно лишь найти свой. И фестиваль предоставил такую возможность. За три дня музыканты, известные и не очень, дали девять концертов. Екатерина Макаркина, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Каким было прошедшее лето, вспоминали вожатые и участники профильных смен. В центре юниор закрылся пятый слет вожатских отрядов города. О своей работе летом рассказали вожатые из 80 отрядов со всех районов города. Тех, кто работал в детских оздоровительных лагерях, кто организовывал профильные смены и проводил школы вожатского мастерства, наградили почетными грамотами. Также были отмечены детские центры, которые стали победителями смотра конкурса «Новосибирские каникулы». И также образовательные школы, где в организации летнего отдыха активное участие принимали сами подростки. Они проводят смены именно в пришкольных лагерях. Там, где традиционно работают учителя и педагоги, и где, собственно, эти подростки вожатые вносят, ну, на мой взгляд, на самом деле, вот такую искру жизни, творчества, креатива, активности. И мне кажется, без них, наверное, вот это вот лето в городе было бы не таким ярким и интересным. Любители и профессионалы шахмат встретились на сеансах одновременной игры на суперфинале чемпионатов России по шахматам. На нескольких площадках участники сразились с известными спортсменами. В одной из шахматных школ совсем юные шахматисты смогли познакомиться с гроссмейстером Сергеем Рублевским. Вероника Иванова наблюдала за игрой. Мария Кухтерина играет в шахмат из первого класса. Занятий в секции со сверстниками ей уже мало. Хочет увидеть игру шахматной легенды своими глазами. Играя с играми шахматисты, мы уже больше поднимаются, когда они играют раздавраться. Они всегда начинают разные дебюты, и у них планы очень сложные. На суперфинале чемпионатов России гроссмейстер Сергей Рублевский проводит сеанс одновременной игры. Его соперникам позволено пропустить лишь один ход. Иначе шах и мат. Партия окончена. Те участники, которые сегодня играют, они немножко посмотрели, наверное, партии Рублевского. В интернете есть, например, такая информация. У нас 12 ребят, 8 взрослых товарищей. Они намерены дать бой гроссмейстер. Противостоят маэстро и начинающие шахматисты, и игроки со спортивным разрядом, для которых такие встречи не впервой. Я буду очень доволен, если я дойду до 30 ходов. А с другой стороны хочется проверить свои варианты, свои теоретические наработки. Поэтому я жажду победы. Победить непросто. Ведь Сергей Рублевский – тренер женской сборной страны по шахматам. Чемпион России, двукратный победитель командных чемпионатов мира. Сложной тактики и неожиданных ходов не обещает. Понимает, что партия с ним – это не соревнование, а тренинг. Это почему-то в памяти остается надолго. Если еще в ничью сыграл, это, скажем так, на всю жизнь воспоминание. Поэтому, кажется, это очень серьезное мероприятие в плане популяризации шахмат. На школе Каспарова играл с Каспаровым сеансом. Я тоже запомнил этот момент. Такие сеансы параллельно проходят на нескольких площадках. Десятки любителей шахмат демонстрируют мастерам скорость и оригинальность своей мысли. Профессионалы же говорят, Новосибирск после долгого затишья благодаря таким масштабным соревнованиям возвращается на шахматную карту России. Вероника Иванова, Роман Семенов. Новосибирские новости. Ну а быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна» частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал Новосибирские новости в Ютьюбе. Также много полезной и интересной информации на сайте Новосибирские новости. Там можно узнать, как правильно установить забор вокруг многоквартирного дома. И на этом пока все. Удачи!